В теленовостях, которые сейчас бурно так обсуждаются, все политические новости, выступал Рыжков. И он говорит, вот я даже записал, надо понять, говорит он, что 17 августа мы живем в совсем другой стране. Вот. Я не знаю в какой стране 17 августа живет Рыжков, кого он имеет в виду, мы. Мы, но, к счастью или к сожалению, мы живем все в той же стране. Писатель Валерий Писигин. Когда-то начинал с того, что пытался предать комсомолу человеческое лицо. Создал клуб имени Николая Бухарина. Сейчас пишет книги и по-прежнему ищет смысл жизни. Просто ездит по России и разговаривает с людьми. Напасти множатся. Самая серьезная беда это то, что вот сейчас идет дождь, вымокла картошка, они остаются на зиму без этого основного продукта. Это гораздо более серьезная проблема, чем девальвация, чем все эти кризисы. А знаете что? Вот эта надежда, надежда, она теплится. Я был год назад на празднике в Торжке, на традиционном, там отмечают каждый год день рождения Пушкина. Он носитель какой-то радости, рядом с ним нет безысходности, вот этого брюзжания, вот такого, в котором мы с вами сейчас разговариваем. Потому что вы мне такие вопросы задаете, чудовищные, страшные. Да, плохо, да, страшно, да, жизнь хуже. А все равно, вот, где присутствует Пушкин, а он в России везде присутствует, нету, нету вот безнадеги.